Земля – это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса и города полные. Но все-таки Земля – это планета людей. Они – главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг блогер Кирилл Макашов отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего 100 долларов на два дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Поставное блюдо. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам еще чужой. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта Мастеркард. А что тут решать? За нас все решит монетка. Жарко, а поскорее бы в машину с кондиционером. Да, мне. Нет. Всем привет, это Орел и Решка земляне. И мы прилетели в гости к доминиканцам. Да, к тем людям, которые круглый год купаются в море, ходят в шлепанцах и в плавках и танцуют. Ой-ой-ой, смотри на него. Ты точно зайдешь за местного доминиканца? За богатого местного доминиканца, дорогая моя. Ну мы это еще увидим. Вот сейчас и увидим. Вот сейчас увидим. Орел. Орешка. Я готова. Ну что же я тебе сказала? Вот это тебе. А я пошла исследовать богатых доминиканцев. И я пошел в тень. На тень хватит? А тут есть тень. Угадать наших сегодняшних землян можно по их трем любимым словам – ром, секс и танцы. О да, это горячие доминиканцы. Эти земляне заняли большую половину острова Гаити и живут в этом бананово-кокосовом раю в ритме бачаты. Ну что, amigos, потанцуем? Доминиканцы. Угу. 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 Меня щас заберет самый шикарный кабриолет – открытый вверх, воздух, море, солнце. Вон ца! А где кабриолет? Что это за черная большая тачка? Hola, amigo! И где та кабриолет? Вот и течо оберто и все? А, вот здесь. Утилизамо камаро. А, вот здесь, у нас это маленькое. И по чему это куча? Это более комодо для доминоканов. Ну что ж, Поехали, а что же поделаешь? О-о-о, как хорошо! Доминиканцы – без ума свои ближайшие соседки Америки и американского стиля жизни. И во всем стараются ему подражать. Поэтому лучшими машинами здесь считаются огромные внедорожники, как в США. Думаете, это все? Они даже номера на машинах вешают только сзади, как американцы. Это новость. Это не музыка. Чем тебе не кабриолет, а, Мишелька? Доминикана – это, наверное, самый желаемый карибский курорт. Весь мир мечтает прилететь сюда и понежиться под пальмами на этих пляжах. А десяти миллионам счастливчиков повезло здесь родиться. Зовут этих землян доминиканцами. Расскажите, а какие доминиканцы? Доминиканцы очень нежные, симпатичные. Мы всегда помогаем друг другу. А еще мы счастливые и очень жизнерадостные. И это же прекрасно. Я их понимаю, потому что они живут буквально вот в раю. Все у них есть – фрукты, пляжи, океаны, девушки красивые, танцы – все есть. Синьоры и синьориты, дамас и кавайерас, добро пожаловать в Сона Колониаль. Это старая часть Санта Доминго. И здесь мы будем знакомиться с доминиканцами. Маленький домик, цветочки. Маленький домик, цветочки. Конечно, город такой красивый, он такой маленький. Маленький домик, цветочки. На балкончиках что-то люди сидят. Вот такие маленькие площади. Так красиво все, так уютно выглядит. Стало бы бедно, честно, чтобы прогуливаться по этим улочкам. Вот он, самый главный доминиканец – Христофор Колумб. В поисках Индии Колумб причалил именно к берегам Доминиканы. И так получилось, что открыл новый свет. В известном фильме «1492. Завоевание рая» есть эпичная сцена того, как Христофор Колумб приплыл сюда на своих каравеллах и стал первым европейцем, кто ступил на берег неизведанного острова. А что это? Это главная достопримечательность Санта Доминго – маяк Колумба. Нет, это выглядит как просто здание, но оно прям очень большое. Доминиканцам показалось, что одного маленького памятника в городе мало. Поэтому они взяли и отгрохали своему главному герою гигантский мавзолей в форме креста. Местные утверждают, что именно в нем хранятся останки Кристофора Колумба. Хотя испанцы говорят, что его останки покоятся в Севилле. Но это уже другая история. Но не для всех Христофор Колумб герой, потому что с его прибытия началось покорение Америки испанцами. И кто знает историю, знает, что эти события принесли очень много войн, бед и болезнь коренным американцам. Вот такая грустная история, но правда. Когда Христофор Колумб прибыл к берегам Доминиканы, он построил здесь первый город в новом свете – Санта Доминго. Неудивительно, что Санта Доминго автоматически получил первенство в куче номинаций. Это первый собор в новом свете. А это первый дворец в новом свете. А это первая мощеная улица в новом свете. Улица Дамас, то есть дамская. Ее построил сын Христофора Колумба – тогдашний вице-король Санта Доминго – Диего Колумб. Гулять женщинам было особо негде. Всюду земля и грязь. Поэтому специально для супруги вице-короля одну единственную улицу выложили камнем. А это первая Тесла в новом свете. Чтобы понять характер доминиканцев достаточно двух слов – маньяна и транкило. На испанском маньяна означает «завтра», но на доминиканском испанском это означает «когда-нибудь потом», «послезавтра», а лучше «никогда». Транкило же означает «спокойно», «неторопливо». Если ты договорился с доминиканцем о работе и услышал маньяна – жди обещанного три года. Ну а если попытаешься возмущаться – обязательно услышишь «транкило». Есть еще одна вещь, которую доминиканцы любят больше всего на свете – ничего не делать. Здесь по улицам растекается лень. Лень на улицах доминиканы – как оружие массового поражения. Не пощадило никого. Кажется, доминиканцы до смерти боятся сделать какое-то лишнее движение. Они лежат в теньке, сидят в теньке. И только самые активные сорвиголовы играют в карты в теньке. Легко можно подумать, что вся доминикана спит и никто здесь не работает. Любимая доминиканская поза. Доминиканцы – очень созерцательные люди. Для них нет ничего лучше, чем сесть на пластиковый стул и наблюдать за происходящим вокруг часами. Вот такой доминиканский реалити театр. Вторую серию, девчонки, без меня, смотрите. Я пошел. Спасибо. До свидания. Здравствуйте. Можно я присяду? Спасибо большое. Чем занимаешься? Я сижу рядом с повозкой племянника. Короче, отдыхаешь, я понял. Расскажи, пожалуйста, кто такие доминиканцы? Они счастливые, веселые и очень работящие. То есть вы именно хардворкеры? Да, мы работаем каждый день. Хорошо, сделаем вид, что я ему поверил. Обычный день доминиканца как проходит? Встаешь утром, завтракаешь, идешь на работу, а вечером пару бутылок пивка и танцы. Слушай, ну вот, а люди, которые просто сидят на улицах на стуле, они просто сидят, они работают или нет? Возможно, не работают, возможно, выходные, не знаю. Вообще доминиканца не закроешь дома. Нам лучше выйти посидеть на стуле, поиграть в домино или лотерею, но лишь бы не сидеть дома. Я слышал такую вещь, что для доминиканца очень важно это. Ром, секс и танцы. Это правда? О, да. Это чистая правда. Это чистая правда. Конечно, это самые важные вещи здесь. И пластиковый стул обязательно должен быть. Сид, конечно, спасибо. Си. Слушайте, погуляв здесь полдня, начал задаваться вопросом, может это все-таки не лень? Может это невыносимая жара, которая заставляет тебя забиться в самый дальний холодный угол и пережидать это все? Фух, кошмар. Наверное, так оно и есть. У вас ледика не будет мне зашиворот? Нет, не будет. Подышу. На самом деле все люди, которые мы сейчас видели, это не настоящие доминиканцы. До того, как приехал Колумб, здесь на этой земле жили индейцы Таину. Все в том же фильме 1492. Завоевание рая. Можно увидеть, как Колумб привел испанцев на новые земли, а те истребили целый народ. Единственное, что осталось от индейцев Таину – это наскальные рисунки в пещере чудес. Туда и направляемся. Вообще не терпится узнать, что находится там внизу в пещерах. И для этого со мной есть личный гид. Здравствуйте. Как дела? Я Мишель. Меня зовут Робель. Доминиканцы пещеру индейцев Таину оккультурили. Теперь она похожа на какой-то дизайнерский концертный зал с мраморным полом. Хоть на шпильках тут ходи. Охренеть! Это настоящая пещера! Пещерища! Я зашла сюда и чувствую себя как в каком-то другом мире, хотя мы спустились буквально, я не знаю, 20-10 метров. Вау! Конечно, во времена индейцев здесь было все по-другому. Было темно, сыро, капало с потолка. А над головой кружили летучие мыши. В этой пещере можно видеть все, что осталось от Таина. Настенные рисунки, нарисованные древесным углем. Похоже на наш чебурашка, только с какими-то странными ножками. То есть это наполовину человек, наполовину животное. Выглядят они как детские каракули. Но смотрите, это бог смерти. Нарисован скелет человека. Он мертв. Вот он. И я так понимаю, что вот этот, который подобрее, это их шаман. А вот это женщина без головы. По одной из версий Таина считали, что если мужчина умирал, то нужно было обезглавить его жену и положить ее рядышком, чтобы она попала в рай. Ну что, логично. Таина Таина тоже течет в нас. Таина 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 Доминиканцы очень верят в Бога, но еще больше они верят в то, что Бог поможет им выиграть в лотерею. Вот и играют практически все. Доминиканцы в плане работы не особо активные товарищи. Их мечта – заработать деньги так, чтоб ничего не делать, в идеале случайно разбогатеть. Поэтому в Доминикане все поголовно, и мужчины, и женщины играют в лотерею. Это здесь делать не трудно. В доминиканских городах каждая вторая входная дверь – это банка. Можно пару вопросов задать? Ну а что вы здесь делаете? Мне сегодня приснился сон, что я выиграю. Вот я и пришел играть. А выигрывал вообще раньше? Здесь я выигрывал пару тысяч песо. Я поставила 20 песо и выиграла 20 тысяч. Однажды я выиграл мотоцикл. Мотоцикл? Сколько ты выиграл? Я выиграл 35 тысяч песо. 35 штук. Но эти победы – ничто по сравнению с тем, сколько доминиканцы проигрывают в лотерею. Если верить статистике, то средний местный житель тратит на лотерею треть своей зарплаты. Скажи, знаешь кого-то, кто начал играть в лотерею, был бедным и разбогател? Нет, я таких не знаю. Не знаю таких. Все надеются выиграть, но угадать три числа – это сложно. Может, ты одну угадаешь. Но угадать три числа – практически нереально. Слушайте, тут лотерей десятки просто. Есть розыгрыш раз в день, есть три раза в день, пять раз в день. А есть каждые пять минут. Вот что мне идеально подходит, чтоб не терять времени. На все, пожалуйста. Сорок восемь и девяносто один. Давай. Давай, доминиканская удача. Я отказываюсь больше играть в эту игру. Это не то, что не мое, а совершенно не мое. Не знаю, почему они называют это дополнительным доходом. По-моему, это чисто дополнительные растраты. И это, говорю вам, не только я, а и математика. А вот скажите, доминиканцы выбирают большие или маленькие виллы? Только самые большие виллы. В них обязательно должны быть бассейн, барбекю и бильярд. А доминиканцы любят пафос? Да, они очень любят показывать себя. Чтоб все было как в американских фильмах. Крутая машина, дорогие сигары и элитный виски. Некоторые ради пафоса даже сдают свои виллы знаменитостям. Например, на этой белой вилле жил Вин Дизель. Вин Дизель! А в желтой – Дженнифер Лопес. А еще тут отдыхали известный бейсболист Алекс Родригес, певец Луис Мигель. Луис Мигель, ты здесь? Шакира здесь бывала. Не зря, боже мой. Все мои кумиры детства жили на этих виллах. Но говорят, что у меня самая большая вилла. Извините. Вин Дизель и Джей Ло. Спасибо. Чтобы снять себе самую большую виллу на ночь, мне пришлось выложить среднюю зарплату восьмерых доминиканцев. А это – 3000 долларов. Зато эти два дня я буду жить как самый богатый доминиканец в этой стране. Ого! О май гад! Чувствую себя Кардашьян, только что-то тут не хватает. Обычные доминиканцы часто живут большими семьями в маленьких домишках. Поэтому главный признак роскоши у местных – это квадратные метры. И чем больше пространства, пусть даже бесполезного, тем лучше. Чтобы вы понимали, на моей двухэтажной вилле четыре гигантских спальни. Ого! Ого! Это что, это какая-то квартира? И с огромной конной жакузи, жакузи. Я уже буду представлять, как будет тут лежать. Охренеть! У меня собственный бассейн! Там водичка. Ну что, жизнь удала? Обожаю эту безлиминную карточку. О, кто-то ответил. Сейчас. Эдуардо Бока-Чика. По-моему, это возле моря, да? Ну, отлично. Пошли на автобус. Бока-Чика – это курорт в 30 километрах от Санто-Доминго. На автобусе туда можно доехать за 40 минут. Привет! Привет, привет, брат! Привет, привет, брат! Там зайти? Нет, мы по-моему. А, все! Вот это у них тут фото прикольный, слушай. Красиво у вас тут. Такой тут типа как балкончик, дворик свой. Хм, я прям попал хорошо. Это мои скромные апартаменты. Красиво, однако. Там кухня, холодильник, здесь стиралка. И мне можно всем пользоваться этим? Ну да. Красиво, красота вообще. Спасибо, братик, спасибо. Это барчик, если захочешь расслабиться. Я могу выпить, да, что хочу? Да. Мо френд! А спальня у тебя есть? Да, это моя спальня. Это твоя. Отдельная спальня? Ну да. Присаживайся. Ну я понял, понял. У тебя это любимое место здесь, да, в квартире? Да. Здесь я обычно выпиваю с друзьями по бокальчику. Чтобы вы понимали, доминиканцы обычно живут в скромненьких деревянных домиках, которые называются касса типику. А это для местного прям целые хоромы. Откуда такие хоромы? Кем ты работаешь? О, это длинная история. Эту квартиру мне купила одна женщина. Чтобы когда она приезжала в Доминикану, она оставалась здесь со мной. Женщина? Я правильно понимаю, она тебе не жена, просто девушка? Нет, это моя работа. И в Доминикане она считается вполне нормальной. Называется Санки Панки. Санки Панки – это популярная доминиканская профессия, в которой задействовано много местных молодых парней. Если попросту, то Санки – это доминиканские жиголо. Парни находят себе женщин и дарят им удовольствие. Женщины за это снимают им квартиры для свиданий. Иногда даже покупают. Последняя женщина, с которой я был, купила мне телефон, часы, цепочку. Так и живем. Ты воплощаешь мечты многих мужчин в реальности, я так тебе скажу. Если ты захочешь, у тебя тоже получится так зарабатывать. Можешь попробовать. Я дам пару советов. А у тебя девушка есть постоянная или жена? У нас никогда не бывает одной девушки. Мы всегда встречаемся хотя бы с двумя. Жить не дешево. Нужно платить за еду, за жилье. Одна прислала 200 долларов, другая – 300. Так и живем. Я что-то не так делаю в жизни. Чем-то не тем занимаюсь или… Ну хорошо, а как вы это делаете? Где вы с ними знакомитесь, с девушками? Иногда на пляже, чаще на дискотеке. Я выпиваю, она выпивает, я подхожу, завязывается разговорчик и поехали. Но еще через приложение для знакомств. Если зайти в доминиканское приложение для знакомств, становится понятно. Эти парни ночью вам будут не созвездия показывать. А ты сказал, что и у меня получится тоже стать санки-панки. Что нужно, чтобы стать таким, как ты? Нужно подкачаться, пойти в зал. Женщины любят сильных мужчин. И у тебя такой цвет кожи, что тебе не мешало бы на солнышке полежать. Потому что дамы приезжают за более загорелыми ребятами. Я сегодня собираюсь идти в спортзал. Хочешь, пошли. У тебя выходной. Отлично. Ну слушай, я тебе благодарен. Мало того, что приютил, еще и научишь, как тут завлекать девчоночек. Вот здесь я и поддерживаю себя в форме. Ну конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-о-о, yeah, 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 I'm ready, I'm bearing my soul, take me now, come take me now, I'm ready, I'm begging for heaven to come, so take me now, oh-oh-oh, слушай, но как они тебя выбирают, понятно, все, что вы качаете, это руки. По большим рукам. Как ты выбираешь девочек? Для меня не важен ни цвет глаз, ни волос, ни кожи. Мне главное, чтобы она платила деньги, а остальное – ее проблемы. Возраст тебе тоже не важен? Вот вдруг ей, например, будет 60. Мне все равно, сколько ей лет. Например, женщине, которая мне купила апартаменты – 54. Ну вообще неважно, какой возраст. Моя бабушка тоже подошла бы, наверное. Что нужно сказать девушке, чтобы она тебе отправляла денежку каждый месяц? Нет, мы не говорим женщинам напрямую – дай денег. Мы говорим, что у нас проблемы. Мама заболела, нужен телефон, потому что не смогу с тобой общаться. Зарплаты маленькие, нечем платить за квартиру. Ну в этом духе, в общем. Разводняк. Слушай, а мы можем сейчас поехать куда-то на дискач и ты мне прям проведешь мастер-класс вживую? О нет, сейчас коронавирус и у нас все дискотеки закрыты. То есть из-за карантина ты тоже не можешь с новыми девушками знакомиться получается? Сейчас нет, поэтому я устроился на еще одну работу водителем. Ладно, спасибо тебе большое. Ну честно сказать, вот честно. С одной стороны это прикольно послушать, но на самом деле это история про то, как мужики разводят женщин. Вместо, куда я иду, нужно соответствовать богатым доминиканцам. Так что я готова шиковать. Поехали в место, где собираются самые богатые доминиканцы – казино. Казино – это еще одна попытка местных землян подражать американскому образу жизни. Конечно, бедняки в казино не ходят. Вы думаете это все, что может безлимитная карта? Нет, просто Мишелька – новый игрок. И для начала мне это подойдет. Начнем с блэк джека. Правила я не знаю. Так что простите меня, продюсеры. У вас перебор. А что это значит? Вы проиграли. Нет. Я так уже потеряла свои деньги. Перебор. Опять проиграл. Помните, какое у меня количество было фишечек, да? Вот. Тут что-то нечисто, мне кажется, было. Даже состоятельные доминиканцы не делают большие ставки. Они покупают дешевые фишки и сидят, растягивая удовольствие. Я выиграла целый доллар 34 копеек. Одна из самых популярных игр доминиканцев – рулетка. В отличие от нашей, здесь присутствует не одно озеро, а два. А это в разы уменьшает шансы на победу. Я тут ставлю. Ай-яй-яй. Слушайте, мне не нравится проигрывать. Ну все, последнее. Удача, неудача, ничего. Я уже все равно без ничего осталась бы. Поняли, как надо играть? Вот пришел, поставил, победил. Ну что, отпразднуем твою победу? Да, это отличный повод знакомиться с местными доминиканцами. За игрой в рулетку я познакомилась с богатым доминиканцем Мелвином. Если не обманывать, у него свой туристический бизнес и магазин сувениров. Откуда ты? Я родился в Нью-Йорке, но уже 17 лет живу здесь, в Пунта-Кане. А ты сейчас ездишь в Нью-Йорк? Да, моя семья в Нью-Йорке. Я каждый год езжу в Америку. Проведать близких и на шоппинг. Хорошо. Почему живете в Доминикане, если могли бы жить в Америке? Мне нравится доминиканский стиль жизни. В Америке такая система, что ты, как раб, живешь, чтобы работать. А здесь, в Доминикане, жизнь более спокойная, люди дружелюбные. Мне нравится идти на пляж, когда я хочу. Здесь рай и скорость жизни медленнее, чем в Америке. А есть ли порог между бедными и богатыми доминиканцами? Сейчас между бедными и богатыми доминиканцами пропасть. Среднего класса почти не осталось. В этой стране, если ты из бедной семьи, то у тебя почти нет возможности, чтобы вылезти из нищеты. Без денег ты не сможешь учиться в частных школах, университете. Три стереотипа, которые ходят про доминиканцев. Первый стереотип – мужчина, мачо и кобель. Второй – что мы ленивые. Но тут я поспорю. Да, нам нравится отдыхать. Мы живем не чтобы работать, а чтобы отдыхать. Поэтому все думают, что мы ленивые. Третий стереотип – что мы постоянно пьем. И что нет людей более пьющих, чем мы. А можно сказать, что Ром, танцы и девушки – это про доминиканцев? Абсолютно. Давай выпьем. За доминиканцев. Салют! Салют! Прекрасный был денек, скажем я вам. Буэнос ночес. Ча-ча. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, Кирилл, богата жизнь. Она такая! Доминиканцы ленивые. Рыбаки здесь работают, не покладая рук, крючков и сетей. Ола, сеньоры, амигос, привет. А вы рыбаки? Слушай, я много об этом слышал, но ни разу не пробовал. А можно напроситься к вам? Ну, я думаю, не так уж много кушать. Могу себе это позволить. Окей. Ой-ой-ой, брызги прям сюда. Знаете, что удивляет? У Доминиканы с одной стороны море, а с другой – океан. А у местных жителей вообще не развит рыбный промысел. Вместо этого креветки они закупают у Кореи, селедку – у Аргентины, а кальмаров – у Кубы. Так что в море здесь выходят только бедные доминиканцы, чтобы наловить рыбки себе и на продажу. Это твоя основная работа? Да, я рыбак. Ловлю рыбу и продаю людям. То есть обычно можно сетку кинуть, удочкой поймать что-то, а ты прям ныряешь на глубину? На глубине можно достать рыбу, которую потом можно продать подороже. Ее ни на крючок, ни сеткой не возьмешь. Ну что, покажешь, как это делается? Это ружье выглядит немножечко опасно. Доминиканский посейдон отправляется на охоту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оля, он поймал уже! На самом деле процесс прикольный. Он ныряет, держится внизу, на глубине. Ждет, пока кто-то подплывает, и потом стреляет одним четким выстрелом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сля, как я кромпирую. Я бы тоже хотел попробовать. Можно я попробую, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я бы был! Я сам выстрелюбал на рыбу! С первого раза! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я никогда из гарпуна не стрелял! Из поглотного, друзья! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что я скажу? Работа на самом деле классная. Сами подумайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работа, я говорю, классная! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажи, а вот то, что мы с тобой тут наловили, сколько это стоит? Примерно двадцать долларов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько примерно рыб? 5-6 раз больше, чем сейчас. Слушай, так это примерно 100 баксов. Ты в день можешь зарабатывать 100 баксов? Да, но я должен платить за аренду лодки и за бензин. Сколько в месяц можно зарабатывать налог и рыб в месяц чистыми? 400-500 долларов в месяц. Возьми свою рыбку. Спасибо большое. Я только… Это понятно? Или вот это? Хо-хо! Я поймал! С первого раза! А знаете, что заставит разморённого доминиканца в жаркий полдень поднять свою попку со стула? Правильно? Обед! Туда и направляемся. В этом сезоне мы обязаны находить места, где едят не туристы, а местные. У доминиканцев есть любимое кафе – Бланко. Работает по системе буфета. Платишь фиксированные 2,5 доллара и выбираешь салат, мясо с гарниром и соус. Идеальный выходной для богатого доминиканца – это собраться в ресторанчике возле моря с семьей, с друзьями, кушать и чили целый день. Боже, я сейчас буду это делать! Музыка! Я уже чувствую эту атмосферу красивую! У-у-у! Столько тут людей! Идеальное место! М-м-м-м! Шикарный! Три вида риса у ребят. Это, как я понял, рис, фасоль, курица. Курица, рис, фасоль и курица – это прямо-таки святая троица доминиканской кухни. Местные едят эти три вещи на завтрак, обед и ужин. И самое интересное – они им никогда не надоедают. Вот есть белый рис, а есть сразу с фасолькой. Ну чтоб не напрягаться, не утруждаться. Даже не знаю, что выбрать. Сейчас подумаем. Наверное, рис. Ок, а что доминиканцы в основном едят? Дома все в основном готовят рис, курицу и фасоль. Но богачи могут позволить себе приехать сюда с семьей, чтобы поесть морепродуктов. Каждые выходные доминиканцы устраивают себе день семьи. В субботу и воскресенье у нас забиты все столики. И какие блюда заказывают богатые семьи? Заказывают блюда, которыми можно поделиться. Сковородку паэлли, большую тарелку морепродуктов. Ну хорошо, я понял. И захожу себе огромную тарелку морепродуктов, чтобы чувствовать себя богатой доминиканочкой. Царь приступить к трапезе желается? Рис с фасолью, курочка, овощи и фасоль. Вот сижу я с вилкой с ложкой в руке и думаю, вилка понятна, ложка куда? Оказалось, ложкой местные пользуются вместо ножа. Ей они отламывают кусок курочки или помогают себе положить на вилку немного риса. Это мне? Ого! Так, начну я, наверное, с рыбки, что ли? Рыбка соленая, мягенькая, вкусная. Слушайте, ну я бы дал звезду Мишлен, конечно. Но вполне нормальный. Немного суховатый рис, легкой ноткой фасоли и еще одной легкой ноткой лука. А давайте мы эту сухость чуть-чуть разбавим моей юшечкой волшебной с фасоли. Ой, ну вот это выглядит прям не очень. То ли нефть, то ли грязь. Чуть-чуть такое с сочком. Вот теперь вкусненький, прикольный, сочный рис. Креветки хочу. Они оближешь пальчики просто. Извините меня, но я могу себе позволить? Могу. У меня еще есть курочка. Оно адекватная, нормальная курочка вкусной панировки. Слушайте, ну на 2,5 доллара, а еды здесь на целый день. Еще и на день рождения останется и друзей угостить хватит. Стоит признать, что даже богатые доминиканцы позволяют себе ест лобстеров только по выходным. В остальные дни они, как и бедняки, непривередливы и едят что, Кирилл? Рис, фасоль, курица. Курица, рис, фасоль. Говорят, главная роскошь Доминиканы – пляжи. Ха! С премиальной картой Мастеркард могу позволить своей роскоши и покруче. Благодаря удобное платье сделаю это быстро и надежно. Так что можно не переживать за сохранность своих средств и вовсю наслаждаться доминиканой. Ну и напоследок расскажу вам, как у доминиканцев устроен пляжный отдых. Если у нас люди в море плавают и ныряют, то здесь заходят в воду в одежде. Максимум по пояс и просто киснуть. Мало того, большинство доминиканцев не умеют плавать и даже не собираются учиться. Правильно, зачем лишний раз напрягаться, если в море можно просто постоять, как в большой ванной. Наконец-то я ждала этот момент больше всего. Первый раз я окунулась за эти прекрасные воды в Карибское море! Можно прыгать? Нет! Нет! Доминиканцы – это народ-отдых. Народ-праздник. Эти земляне определили для себя, что жизнь дана для удовольствия, а иначе это не жизнь. Боже, я в доминиканском раю! Если после наших приключений вы все еще осуждаете неторопливых доминиканцев, то транкило, сеньорес. Задумайтесь, может, вы им просто немножечко завидуете? Давай доминиканская удача! Похоже на наш тягурашка. Я что-то не так делаю в жизни. Извините. У Слюдика не будет мне зашиворот. Жизнь удалась? Моя бабушка тоже подошла бы. Тут что-то нечисто, мне кажется, было. Вторую серию, девчонки, без меня, смотрите. Я пошел. Грациас! До свидасиас! На берегу Карибского моря! Бутылку ищите вдоль автострады Эсты. Не доезжая 20 км до курорта Бока-Чика, сверните от трассы к придорожному кафе. Рядом с ним под камнем над обрывом и прячется наш клад. Удачи! Я надеюсь, вы найдете сокровище быстро. Жара спала, можно спокойно насладиться. Здравствуйте, приехали. Я кого стою ждать? Доминиканский синдром у тебя начался, а ты вот такая вся расклеилась. Да, я на Чиле, потому что доминиканцы, они на расслабоне. Это правда. Это да. Вот к этому я хочу добавить, что доминиканцы – это люди, которые умеют радоваться тому, что у них есть. Вот представь, он сидит на стуле, смотрит вдаль, ничего у него нет за душой, но он такой счастливый просто. Я тебя так понимаю! А давай мы это счастье сохраним и разделим с другими землянами. Давай! 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 Увидимся, друзья! Пока! Слушай, короче, у тебя деньги на карточке остались? Смотри, сто процентный вариант. Всего две цифры угадать и мы поднимем с тобой с Куши бабла. Орел Рижка приглашает всех желающих покорить Килиманджаро. Взойти на вершину Африки вместе с популярным тревел-шоу. С 6 по 17 октября. Ой, как красиво! Два дня сафари в национальных парках Танзании. Ну а дальше брось себе вызов и встречай рассвет на самой высокой точке Африки. 5 тысяч 895 метров. Все это время команда Орла и Решки снимает кино о твоем восхождении. Поверь, эта поездка изменит твою жизнь. Кажется, теперь я сейчас все могу. Подробности в описании. Количество мест в группе ограничено. Успей записаться. Продолжение следует... Продолжение следует...